Музыка 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 Надеюсь, кто-нибудь эту прекрасную музыку узнал. Напрасно наявил. Никто не слышал, я так вот запомнила. Но она имеет непосредственное отношение к нашему вечеру. Это прекрасный барс из кинофильма по печально известному роману Пастернака «Доктор Живаго». Музыка главной героини Лары. Это из кинофильма, нет, не нашего кинофильма, а первого, когда ставили американский фильм. Вот эта вот красивая мелодия именно оттуда. Хотя этот роман вы, наверное, знаете, читали многие и при жизни автора, и даже и сейчас воспринимался очень по-разному. Есть люди, которые, как, например, Анна Ахматова, она считала роман «Доктор Живаго» гениальной неудачей Пастернака. Другие прямо противоположны. Самая большая удача Пастернака. Ну и третье, может быть, даже и большинство считали, что самая большая удача – это стихи Пастернака в конце романа. Ну, сам же автор Пастернак считал, что «Доктор Живаго» роман – это его самый большой, сложный и важный труд в жизни. Ну, как бы ни относились к этому роману, несомненно, все это понимают, что Пастернак – это личность. Большая, неодинарная, необычная личность, совершенно ни на кого не похожая. Из всех его ипостасей, а Бог наградил его очень щедро, он и музыкант, и художник, и писатель. Но главное, конечно, это Пастернак – поэт. И вот, наверное, вы читали Жизел, серии Жизел, книга Быкова «Пастернак», прекрасная книга, очень хорошая. И вот там я вычитала слова нашего современника-поэта Александра Кушнера. Он сказал о Пастернаке, что Пастернак, в общем-то, даже и не поэт. Пастернак – это явление природы. Ну, итак, страницы, главные страницы, некоторые страницы, главные жизни и творчества этого явления природы нашей композиции «О, знал бы я, что так бывает». «О, знал бы я, что так бывает». «О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, Что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплека я бы отказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Но старость – это Рим, который взамен турусов и колес Не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет трава, И тут кончается искусство, и дышит почва и судьба». «Не надо следовать советам ничьих, как Бог. Вся жизнь со всем ее секретом, как этот вздох. Чтобы подслушать эту душу и кладку несть, Я не один закон нарушен, а все, как есть». «Быть знаменитым некрасиво, Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, Над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, Быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе любовь в пространство, Услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, А не среди бумаг, Места и главы жизни целой. Отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, И прятать в ней свои шаги, Как прячется в тумане местность, Когда в ней не видать ни сги. Другие по живому следу Пройдут твой путь за пятью пять, Но пораженье от победы Ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой Не оступаться от лица, Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца. У его стихов не могло быть иного лица, А у его лица не могло быть иных стихов. Вспоминал художник Юрий Анингов, Упрямство, боль, детская незащищенность, Неизбывная тоска, печать осененности, По его лицу можно было читать, Как по книге. Оно и воистину было подлинным произведением искусств. Огромные глаза, пухлые губы, Взгляд горделивый и мечтательный, Высокий рост, гармоничная походка. На улице, не зная, кто он, Прохожие, в особенности женщины, Непроизвольно оглядывались на него. Ему всегда, как ребенку, Хотелось немедленного исполнения желаний. И в этих случаях поведение его Казалось почти необъяснимым, Говорила Анна Ахматова, Посвятившая поэту такие строки. Он награжден каким-то вечным детством, То есть щедростью и зодкостью светил, И вся земля была его наследством, А он ее со всеми разделил. Борис Пастерна. К нему приходит трудно, Не сразу и пора. Может быть, это закономерно. Он и сам ведь не сразу пришел к себе Самому как поэту. Субтитры создавал DimaTorzok Опять Шопен не ищет выгод, Но, окрыляясь на лету, Один прокладывает выход Из вероятья в правоту. Гремит Шопен из окон трянул, А снизу под его эффект, Прямя подсвечники каштанов, На звезды смотрит кошный пик. Судьба была благосклонна К поэту при рождении. Он родился и вырос В высокоинтеллигентной семье. Отец Леонид Пастернак Известный художник. Мать первоклассная пианистка. Детей было четверо. Два сына, два брата и две сестры. В их доме бывали Грубин, Левита, Рубинштейн, Лев Толстой, Скрябин, Рахманин. Юный Боря Пастернак Готовился посвятить себя музыке, Стать композитором. Целых шесть лет он отдает Двой страсти И, по мнению своего кумира в музыке Александра Скрябина, Добивается больших успехов. Добавил субтитры, Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Добрые человеческие отношения между ними сохранились. Всю жизнь Пастернак помогал первой семье и заботы о своей семье. Субтитры подогнали Симон. И прелесть из твоих секрет разгадки жизни равносилен. Эти строки относятся уже к следующим страницам жизни поэта. В 30-м году Борис Леонидович безумно влюбляется в жену своего друга, известного пианиста Геннель Ханнегауза. И Зинаида Николаевна становится предметом его большой любви, единственной столь долгой в его жизни, в 17 лет. Любить иных тяжелый крест, а ты прекрасно без извилин. И прелести твоей секрет, разгадке жизни равносилен. Весной услышен шорох снов и шелест новостей и истин. Ты из семьи таких основ, твой смысл как воздух бескорыстен. Легко проснуться и прозреть, словесный ссор из сердца вытрясть. И жить, не засоряясь впредь, все это небольшая хитрость. Влюбленный Пастернак пишет с сестрам Чозефине и Лидии, которые вместе с родителями еще в 1921 году навсегда уехали за границу. Я безумно счастлив, я слишком люблю Зину, и она чересчур меня. Так можно жить месяц-два, а мы живем так уже второй год. Она поразительно хороша и была одной из щелок здесь красавицы. Красавица моя, вся стать, вся суть твоя мне по сердцу, Все рвется музыкою стать и вся на ритме просится. И в рифмах дышит та любовь, что тут с трудом выносится, Перед которой хмурит бровь и мощь переносится. Красавица моя, вся стать, вся стать твоя красавица, Сбирает грудь и тянет в путь, и тянет пить, и нравится. Никого не будешь ждать, кроме суды гради, И зимний день сквозном проеме, И задернутый гордин, и задернутый гордин. Только белых мокрых ковьев, Быстрый пробелька маховой, И только крыши снег, И кроме крыши снега никого, Крыши снега никого. И опять зачертит рим, И опять завертит мной Прошлогодние дуныния и дела зимы и ноши, И дела зимы и ноши, Но внезапно по портье Пробежит вторженья дрожь, Тишину шагами меря, Тишину шагами меря, Тишину шагами меря, Ты как будущую струкну найдешь, Ты паяешься у двери, Чем-то белым беспричуд, Чем-то прям из тех материй, Из которых лопаешь, Из которых лопаешь. Я была покорена посторонаком, Как человеком, вспоминая Евгения Николаевна, Но как поэт он был мне непонятен. Потребовалось время и выживание в его старые стихи, И постепенно я полюбила их. Стихи мои, бегом, бегом, Мне в вас нужда, как никогда, С бульвара за угол есть дом, Где дней порвалась череда, Где пустуют, и брошен труд, И плачут, думают и ждут, Где пьют, как воду, горький бром, Полубессонец полудрем, Есть дом, где хлеб, как лебеда, Есть дом, так вот, бегом туда. Пусть в юго с улицу люлю, Вы радугой похрусталю, Вы сном, вы вестью, Я вас шлю, я шлю вас, Значит, я люблю. Рояль дрожащий, Пену с губа ближе, Тебя сорвет, Подкосит этот бред, Ты скажешь... Милый... Нет, скричу я, нет, При музыке, Но можно ли быть ближе? Нет, нет, нет. Жизнь Зинаиды Николаевны Сложилась так, что красавица, Талантливая пианистка, Она отказалась от себя, Взял на свои плечи Всю прозу в жизни, Заботы о доме, семье, трех сыновьях, двух от первого брака и общего сына Леонида. Все в доме было подчинено интересам Бориса Леонидовича. По воспоминаниям некоторых современников, Зинаида Николаевна до конца жизни поэта была ему преданным другом во всех его бедах, неприятностях, неурядицах. А таковых его жизни было предостаточно. В 1939 году Пастернак проходил по делу Мерхольда и Павеля как соучастник диверсионной организации. Что его тогда спасло? Судьба? Великобрис тиран? Загадка. В начале войны Пастернак получил трагическое известие о самоубийстве Марины Цветаевой. «Я не хочу верить этому, это какой-то ужас», — пишет он Зинаиде Николаевне. «Какая вина на мне, это мне никогда не простится». Почему так терзается поэт? Вернемся назад, в 20-е годы, к тем страницам жизни Пастернака, которые дочь Цветаевой Ариадна Эфрон назвала уникальными. Это была настоящая дружба, подлинное содружество и истинная любовь. Они разменулись в жизни, подожили бок о бок в Москве, а обрели друг друга в непоправимой разлуке, когда Марина Цветаева уехала в 1922 году за границу. А Пастернаку случайно попался ее сборник стихов «Версты». Борис Леонидович был настолько восхищен поэзией Марины, что за границу сразу полетели в письме. Марина, золотой мой друг, изумительное, сверхъестественное, родное предназначение. Какие удивительные стихи вы пишете. Вообще вы возмутительно большой поэт. Так начинается этот роман «Письма и стиха». Длиною 10 лет. Марина Цветаева, Пастернаку. Раз стояние, Версты, Мили, Нас расставили, Рассадили, чтобы тихо себя вели По двум разным концам земли. Расстояние, Версты, Дали, Нас расклеили, Распаяли, В две руки развели, Распяв, И не знали, Что это сплав вдохновения и сухожилия. Не рассорили, Рассорили, Расслоили стена даров, Расселили нас, Как орлов, Заговорщиков, Версты, Дали, Не расстроили, Растеяли, По трущобам земных широт Рассовали нас, Как сирот, Который уж, Ну, Который мать, Разбили нас, Как колон, Кант. Терпеливо, Как щепь, Терпеливо, Как смерти ждут, Терпеливо, Как вести зреют, Терпеливо, Как месть велеют, Буду ждать тебя, Пальцы вжгут, Так монархи не ждет наложник, Терпеливо, Как рифмы ждут, Терпеливо, Как руки вгложат, Буду ждать тебя, В землю взгляд, Зубы в губы, Столбняк булыжник, Терпеливо, Как небо вля, Терпеливо, Как бисер нижу, Скрип полозил, Ответный скрип двери, Рокот ветров таежных, Высочайший пришел рескрипт, Смена власти И въезд вельможа, И домой, Внеземной, Домой, Нечерна книжница, В белой книге Далий домских Навострила взгляд, Где б ты ни был, Тебя настигну, Выстрадаю и верну назад, Ибо с гордыни своей, Как с кедрами разираю, Плывут сюда, Зареворы ищут, Морские недра выврачу И верну со дна, Перестрадай же меня, Я всюду, Зори и руды, Я хлеб и вздох, Есть я и буду, Я и добуду губы, Как душу, Да будет Бог, Через дыхание, В час твой хриплый, Через архангельского Сударь изгороди, Все уста, Ошибья выкровеню, И верну со дра, Сдайся, Ведь это совсем не сказка, Сдайся, Стрела, Писавши круг, Сдайся, Еще ни один не спасся От настигающего без рук Через дыхание, Перси взмыли, Веки не видит, Вокруг куст слюда, Как прозорвивица Тамуила выморочу И вернусь одна, Ибо другая с тобой И в судный день Не тягается, Вьюсь и длюсь, Есть я и буду я, И добуду душу, Как губы добудет Усту поколительница. Тень вечера Волос окончен, За деревьями Тянутся вдоль, На дороге лечит Лесной почтальонша, Мне протягивает Бандероль По кошачьим следам И по лисьям, По кошачьим И лисьям следам Возвращаюсь я Спачкаю песен В дом, Где волю я радости дам. Борис, Ваша книга ожог, Мне больно было, И я не думала, Но вот обожглась И загорелась, И сна нет, И дня нет. Русская ржи От меня покроет, В поле, Где плава застится. Друг, Дожди за моим окном, Беда и блажа Классится. Ты в погодке Дождей и бед Можешь за моим окном, Замятый. Дай мне руку На весь тот свет, Здесь мои обе Замятые. Драгоценные Женские письма, Я ведь тоже Упал с облаков, Присягаю вам Ныне и присно, Ваш я буду Во веки веков. Всяк дом не чушь, Всяк храм не пуст, И все равно, И все едино, Но если по дороге Куст встает, Особенно Едино. Мария Цветаевна, Ты вправе Вывернув в карман Сказать Ищите, Ройтесь, Шарки, Мне все равно, Чем сыр туман, Какая путь Как тут травма, Мне все равно, Чей разговор Ловлю Плывущий Неоткуда, Любая путь, Как вещий двор, Когда он Дымкою окутан, Мне все равно, Какой фасон Сужден При мне покрою Кладет, Любую бы Смету, Как сон, Поэтому в ней Законопатив, Клубясь Во много рукавов, Он двинется, Подобно дыма, Из дыр эпохи Роковой, В иной Тупик Непроходимый. Эмоциональная связь авторов Была очень трепетной, Но недолгой. Постепенно Переписка заходит В тупик. Зная себя, Я, наверное, От своих Борису не ушла бы, Но если бы смогла уйти, То только кумбу. Наша реальная встреча Была бы большим Горем для всех. Теперь ее Вовсе не буду. На назначенные свидания Поздравляю, Плеснув придачу захватившим, Приду седая, Ты его высоко назначил. Буду годы идти, Не дрогнув у Софелии горькой ручью, Через горы идти, Истогны, Через души идти, И руки. Землю долго прожить, Трущоба крови Каждая капля Заводь, Но всегда Стороной ручьевой И кофейей В горьких травах, Той, Что страсти Хлебнув, Лишила, Нахлебалась Снопом на щебень. Я тебя Высоко любила, Я себя Схоронила В небе. Вторую жениху Пастернака Цветаева сочла Предательством. Связь была потеряна. Когда в 35-м году Они случайно Встретились в Париже, Встреча эта Оказалась уже лишней, Не нужной ни ему, Ни ей. Это были уже совсем Не те люди, Которые так любили Друг друга В письмах И стихах. Эпистолярный роман Закончился. Знаю, Что будь я тогда В Москве, Что встретил Хоть раз со мной Никакой Зинаиды Николаевны Не было бы В родствов Наших душ. Но теперь Борис не мой, А просто Это лучший Русский парень. Господи, Потерять не имел. Я очень любил ее И теперь Сожалею, Что не искал Случа Высказывать это Так часто, Как ей нужно. Я никогда Себе этого не прощу. Она для меня Святыня И бесконечное Небо. В памяти Розыск, Я мучаюсь Без результата У смерти, У смерти, А чертами Нет. Лицом повернутая Он вдруг произнес Цвет небесный Синий цвет. Стихи грузинского Перенестись Перенестись туда, Где ливень Еще шумней Чернил И слез. Где, Как обугленные Груши С деревьев Тысячи Грачей Сорвутся В лужи И обрушат Сухую Грусть На дно Очей Под ней Проталены Чернеют И ветер Криками Изры И чем Случайней Тем вернее Слагаются Стихи На взрыв. От многих Своих ранних Стихов Поэт Отказался, Но февраль Предполагал Числить, Так сказать, За собой Во все времена. С течением лет Поэзия Пастернака Становится Прозрачнее, Яснее, Проще. Во всем Мне хочется Дойти До самой Сути. В работе, В поисках Пути, В сердечной Смуте, До сущности Протекших Дней, До их Причины, До основания, До корней, До сердцевины. Все время Схватывая Нить Судеб, Событий, Жить, Думать, Чувствовать, Любить, Свершать открытия, О, если бы Я только мог, Хотя бы Части, Я бы написал Восемь строк О свойствах Страсти, О беззаконьях, О грехах, Бегах, Погонях, Нечаянностях, Попыхах, Локтях, Ладонях. Я вывел бы ее Закон, Ее начало, Не повторял ее Имен и инициалы, Стихи бы вынес, Дыханье роз, Дыханье мягкое, Луга, Осок, Усимокоз, Грозы, Раскаты, Так некогда Шопен вложил Лживое чудо, Фольварков, Парков, Рощ, Могилу В свои тюды, Достигнутого торжества, Игра и мука, Наттянутая тетива Другого лука. Глухая пара листа, Попада последних гусей косяки, Расстраиваться не надо, У страха глаза далеки, Ты завтра очнешься от скачки, И выйдя на землю югладь, Опять за углом фадок качки, Как фропа не будешь стоять. Опять эти белые мухи, И крыши, И святочный дед, И трубы, И лес лопоухий, Жубом маскарадным одет, И белому мертвому царству, Бросавшему мысленно в дрожь. Я тихо шепчу, Благодарствую, Ты больше, чем просят, даешь. Ты больше, чем просят, даешь. Благодарствую, Ты больше, чем просят, даешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Опять весна, где и обрывки этих речей Слышал уж как-то порой прошлогодний Ах, это сызно, верно, сегодня вышел из рощи ночью ручей Это, как прежние времена, сдвинуло льдины И вздуло с запруда Это поистине новое чудо Это, как прежде, снова весна Это она, это она, это ее чародейство и диво Это ее телогрейка за ивой Плечи, косынка, стан и спина Это снегурка у края обрыва Это о ней из оврага со дна Льется безумно, предторопливый Полубезумного болтуна Это, как прежде, снова весна Душистая ветка луашечки Впивая в потьмах это благо Бежала на чашечку с чашечки Грозой одуемной облакой На чашечку с чашечки скатываясь Скорозгла по двум И в обеях огромную капли агатовой повисла Сверкает, пробеет Пусть ветер потарл, гиреющий Ту капельку мучит и плющит Цела, не дробится их две еще Целующихся и пьющих Смеются и вырваться, селятся И выпрямятся, как прежде Да капли изрывец не вырвутся И не разлучится Хоть срежет Море Приедается все Лишь тебе не дано привелькаться Дни проходят И годы проходят И тысячи, тысячи лет В белой рьяности волны Прячась в белую пряность акации Может, ты-то их море И сводишь И сводишь на нет Приедается все Лишь тебе не дано привелькаться Природа, мир Да и не вселенная Я службу долгую твою Объятый дрожью сокровенной В слезах от счастья отстаю Снег Снег Придется В слезах от нас Белым звездочкам Буран Я пустам Цепи гранью За волокон Юри Плюс Снег идёт и всё в смятении, всё пускается в полёт В чёрной лестнице ступеней, перекрёстка дорог Снежек идёт, снег идёт, словно падают нехлопья А в заплатанном салоне Сходит на зимний восход Словно с видом чудака, сверни лестничной площадки Крадучись, играя в прятки, сборки и днева чердака Потому что в жизни ждёт, не оглянешь всей святки Только брани жуток краткий, смотришь так, и Новый год Снег идёт, пустой, пустой, вслед за них, за памяти Может быть, за годом год И следуют, как снег идёт Или как слова в поэме Может быть, проходит время Может быть, за годом год Снег идёт, снег идёт, снег идёт И всё в смятении Убелённый пешеход Удивлённые растения Перекрёстком поворот Снег идёт Снег идёт Молодость долго не пофигала его Вспоминал Корней Чуковский Лет до шестидесяти, а, пожалуй, и дольше Пастернак был встроен, подвижен Тёмно-карие, лучистые его глаза Очень долго глядели на всех С юношеской простодушной доверчивости О, женщина! Твой вид и взгляд Ничуть меня в тупик не ставит Ты вся, как горло, перехват Когда его волненье сдалит Ты создана, как бы в черне Как строчка из другого цикла Как будто, не шутя во сне Из моего ребра возникла И тотчас вырвалась из рук И выскользнула из объятья Сама смятенье и испуг И сердце мужеского сжатия Стихи эти обращены к Ольге Ивинской 27 ноября 1996 года В Лондоне на аукционе Кристи Пошли с молотка письма Бориса Пастернака Кольге Ивинской 3 марта 1959 года Родная Алюшина Я тебе уже написал Сегодня опять пишу Я целый день с тобой Я чувствую тебя такой Неотделимая из себя Как будто отправляю письма Самому себе Неужели что-нибудь Случилось? Могло случиться с тобой? Нет? Мне кажется, что меня ждет Только невероятная И еле представляемая Радость свидания с тобой Только бы нас оставили в покое Четвертая марта Алюша, золото моя Вчера написал тебе письмо вечером А утром вновь пишу Радость моя Прелесть моя Какое счастье Какое невероятное счастье Что ты есть на свете Всего 22 письма Могли представить себе поэт Что когда ему быть его письма Его нежные слова Обращенные к любимой женщине Подадут с молотка За 20-30 тысяч долларов Так кто же такая Ольга Ивильская? О, ты Последняя любовь Ты Блаженство И безнадежность Известные Тютчевские строки Можно взять Эпиграфом К этим страницам жизни Бориса Пастерна Да и сама ситуация Действительно Напоминала Тютчевскую Борис Леонидович Не мог уйти из семьи От старой любви Но и отказаться От нового чувства Тоже не мог Он не стал разрушать Второй брак Юридически Из-за сына Леонида Так и жил Последние 14 лет На большой даче работал На малой Жил Сыринской В гражданском браке Единственные дни На протяжении многих зим Я помню Ни солнцеворота И каждый был неповторим И повторялся вновь Без счета Я помню их на пересчет Дима подходит в середине Дороги мокрые С крыши течет И солнце греется На льдине И любящие Как во сне Друг другу тянутся Поспешнее И на деревьях Вышине Потеют от тепла Скворежь И полусон Стрелкам лень Ворочаться на циферблате И дольше века Длится день И не кончаются Объятия Они познакомились В 1946 году Она была уже дважды вдовой Имела двух детей Работала в журнале Новый мир И тоже писала стихи В редакции журнала И произошла встреча С поэтом ее юность Пастернаку было тогда 56 лет Ей 34 И в его жизнь Как он напишет позже Вошло это Золотое солнце Они разлучались Лишь на то время Пока Единская Сажали ее дважды Антисоветскую пропаганду Но на самом деле За связь с Пастернаком В 1949 году В Пастернаке Она подвергалась Допросам Везерка Которых потеряла ребенка Второй раз ее арестовали В 1960 году Вместе с дочерью Ириной Спустя два месяца После смерти Пастернака Освободили в 1965 Ревелитирование В 1988 Умерла она В 1994 году Дочерь Ирина Емельяна Она живет сейчас В Париже В своей книге Пастернака Иринская Она рассказала О драматических Обстоятельствах И счастливых мгновениях Любви Двух замечательных Двух Не дотрога Тихоня В быту Ты сейчас Вся огонь Вся горенье Дай Запру я Твою красоту В темном тереме Стихотворенья Замечтавшись Ты нижешь на шнур Горсть на платье Скатившихся Бусин Слишком грустен Твой вид Через чур Разговор твой Прямой Безыскусен Пошло слово Безея ты Пастернака Чтобы не портить Биографию Замечательного поэта Но я была с ним Последние десять лет И ни одной страницей Я никому не отдам Писала Ольга И в нем Навек засела Смирение Этих Чур И оттого Нет дела Что свет Жестоко Сел И оттого Двои Все Эта ночь Снегу Провести Границ Между нас Я не могу Но кто мы И оттого Когда от всех Тех лет Остались Пересланы А может На свете Нет После встречи С Иринской Пастернак Написал Знаменитые Теперь строки Свеча горела На столе Свеча горела Ольга Селла Стала Второборзом Главной Героиню Лады В его Злополучном Любитом Романе Доктор Желада А первоначальный Роман Назывался Свеча горела Роман 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Два крыла крестообразных Субтитры создавал DimaTorzok После выхода романа «За рубежом» Началась общественная кампания Травля Пастернака Его исключили из союза писателей Требовали выдворить Кривитника из стороны Заставили отказаться от Мобелевской прибыли Очень тяжелое для меня время настало Всего лучше было бы теперь умереть Но сам я, наверное, не наложу на себя руки Порядный фронт Дочь Марины Цветаевой Вперед травли Бориса Пастернака Напишет ему И какое, о Господи, счастье Что из всей этой путаницы Как из пены морской Стала рядом с тобой На суд веков Навечно эта женщина Жена Стала противовесом Всех низостей И предательств Я пропал Как зверь в загоне Где-то люди Воля, свет А за мною Шум погони Мне наружу Ходу нет Темный лес И берег пруда Еле сваленное бревно Путь отрезан Отовсюду Путь-то будет Все равно Что же сделал я За пакость Я Убийца и злодей Я весь мир Заставил Плакать Над красой Земли моей У-у-у-у-у-у-у-у Я вышел На подмост Приславясь К дверному косяку Я ловлю В далеком Отголоске Что случится На моем веку На меня Наставлен сумрак ночи Тысячью биноклей На один Если только можно А у нас вообще Чашу эту Мимо пронеси Но продуман Распорядок действий И неотвратим Конец пути Я один Все тонет в притействе Жизнь прожить Мне в поле Впереди Многие считают Что роман Доктор Живаго Стал одновременно И причиной Всемирной Известности Пастернака И причиной Преждевременной Смерти В марте 1960 года Поэт слег От инфаркта За несколько дней До смерти Был поставлен Диагноз Рак легких За день до смерти Борис Леонидович Позвал близких И сказал Я очень любил Жизнь Но расстаюсь С ней Без всякой Жалости Кругом Слишком много Пошлости Не только у нас Но и во всем мире С этим я Все равно Не тримирюсь Поэт умер 30 мая 1960 года Ему было 70 лет Анна Ахматова В памяти Бориса Пастернака Умолк Вчера Неповторимый Голос У нас Покинул Собеседник Вовщий Он Превратился В жизнь Дающий Колос Или Тончайший Им Восветный Дождь И все Цвета Что только Есть На свете Навстречу Этой Смерти Расцвели Но сразу Становит Тихо На планете Носящий Имя Стром На земле Во время Похорон Один из друзей Пастернака Вспомнил Его стихотворение Август И оно Поразило его Своей Пророческой Силой За 7 лет До смерти Поэт Как бы Описал Свои проводы И все Действительно Происходило Как в стихах Как обещала Не обманывая Проникло солнце Утром рано Косую Полосую Шафрановую От занавесей До ревана Оно 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 Дома Поселка Мою постель Подушку Мокрую И края Стены За книжной Полкой Я вспомнил По какому поводу Слегка Увлажнена Подушка Мне снилось Что ко мне На пробу Шли по лесу И друг Задружно Вышли толпой В рось И парами Вдруг Кто-то вспомнил Что сегодня 6 августа Постана Преображение Весков И вы прошли Сквозь мелкий Нищенский Ногой Трепещущие Ошали В имбирно-красный Лес Кладбищенский Горевший Копечатный Прядь В лесу Казенный Землемерший Стояла смерть Среди Погост Смотря Лицо Мое Умершее Чтоб Вырыть Яму Мне Порос Был всеми Чтоб Прощайте Прощайте Годы Безгрименщины Прости Без Унижений Бросающая Вызов Женщина Я Поле Твоего Сражения Прощай Рассмах Крыла Расправлен Полета Вольная Руковская И образ Мира В слове Явы И Больче С Кричем Больче Около Четырех Тысяч Человек Не побоялись Проститься С топальным Поэтом До поздних Сумерек До ночи Над могилой Бориса Пастернака Читали И читали Его стихи Ты видишь Ход Витухов Подобит Притче И может Загореться На ходу Во имя Страшного Его величия Я в Добровольных Муках В гроб Сойду Я в гроб Сойду И в третий День Восстану И как Сплавляют По реке Плоды Ко мне Насут Как баржи Караванов Столетия Бывут Из темноты Когда я С честью Пронесу И счастье Время Означится Как свет В лесу Иное Время Я вспомню Как когда-то Встать Здесь Путь Был Начат К той Цели Где теперь Фонарь Вдали Маячит И я По множеству Примет Свой дом Узнаю Вот Верх И дверь Мой кабинет Вторая С краю Вот Спуск Вот Лестничный Настил Подъем Кирилла Где я Так много Мыслей Скрыл В тот Век Бескрыл Но книга Жизнь Подошла К странице Которая Дороже Всех Святых Сейчас Должно Написанное Сбыться Пускай Жизнь Как казначей Последний Из планет В какой я Книге Справлюсь Горожане Во что Душе Обходится Поэт Познал бы я Что так бывает Когда пускался На дебют Что строчки С кровью Убивают Нахлынут Горло И убьют От шуток С этой Подоплепкой Я б отказался На отрез Начало Было Так далеко Так робок Первый Интерес Но старость Это рим И который Взамен Турус Он бы колес Мечит И требует С актера О полной Гибели Всерьез Когда строку Диктует Чувство Оно На сцену Шлет Раба И тут Кончается Искусство И дышат Почва И судьба КОНГЛИЙСКИЙМЕЦКИЙМЕЦКИЙМЕЦКИХ Играет музыка Ну и так, почти у гроба, верю я, придет пора, В силу подлости и злобы одолеет дух добра. Играет музыка Без слов получить аплодисменты. Играет музыка Ну и так, друзья мои, ну а сейчас я хочу... Спасибо, мы уйдем, а вы останетесь. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка